Здравствуйте! В эфире новости телекомпании ТВИН. Сегодня мы расскажем вам о самых заметных городских событиях. В студии Александр Бондаренко и Евгения Солохудинова. А сейчас коротко о главном. В промежуточные итоги диспансеризации, 3 миллиона на обучение шахматам и знакомство с новым руководителем ДСУ. На аппаратном совещании обсуждались актуальные темы городской жизни. Клёвый праздник. В это воскресенье в России отмечают День рыбака. Счастье быть понятым в картины галереи начала работу выставка декоративно-прикладного искусства и живописи. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Нерациональное питание, курение, лишний вес. Эти факторы считаются основными рисками для возникновения хронических заболеваний. Об этом, а также о выявлении неинфекционных хронических болезней во время всеобщей диспансеризации, рассказала начальник управления здравоохранения Елена Симонова на очередном аппаратном совещании в городской администрации. Также на нем были заслужены доклады руководителей управления образования и дорожного специализированного учреждения. Подробнее об этом в сюжете Галины Смирновой. Диспансеризация, рассказывает Елена Симонова, это комплекс мер, направленных на сохранение здоровья населения и предупреждение развития заболеваний, снижение частоты обострений и повышение качества жизни. Всеобщая диспансеризация в России началась в 2013 году. Бесплатно раз в три года гражданин, достигший 21 года, может и должен бесплатно проверить свое здоровье в поликлинике по месту жительства. Проходит диспансеризация в два этапа. На первом проводят тотальный осмотр, выявляют признаки хронических и инфекционных заболеваний. А на втором происходит уточнение диагноза узкими специалистами, если заболевание было найдено. Так, в 2016 году было осмотрено 52 679 человек. Все осмотренные были поделены на три группы здоровья. Без хронических заболеваний 30% граждан, с выявленными факторами риска 28% осмотренных и люди, имеющие заболевания 42%. Из выявленных факторов риска на первом месте это нерациональное питание 20%, на втором курение, на третьем повышенный уровень артериального давления. Дальше идут избыточная масса тела, низкая физическая активность. Результатом проведения диспансеризации прошлого года выявлено заболевание 6508, установлено диспансерное наблюдение у впервые выявленных 5656 человек, назначено лечение 6936, направлено на дополнительное диагностическое исследование, не входящее в объем диспансеризации 8810 человек. Новый руководитель управления образования Наталья Сафонова также подробно доложила о состоянии дел в подведомственной ей сфере. В частности, она рассказала о том, что сегодня в образовательных учреждениях города работают 9715 человек. Их средняя заработная плата составляет у школьных учителей 33 823 рубля, у педагогов дополнительного образования 28 724 рубля, у воспитателей в детском саду 25 388 рублей, и у младших воспитателей 10 051 рубль. Доля расходов в бюджете города по отрасли образования в текущем году составляет 5 349 237 000 рублей. Это 45,4% от всего бюджета города. Расходы консолидированного бюджета в расчете на одного несовершеннолетнего в 2017 году составляют 61 777 рублей. Средний областной показатель 64 042 рубля. Также была озвучена интересная информация. В этом году в магнитогорских школах начнет действовать образовательная программа «Шахматный всеобуч». На эти цели уже выделено около 3 миллионов рублей. Деньги пойдут на покупку инвентаря, обучение специалистов. Также на аппаратном был представлен новый руководитель дорожного специализированного учреждения. Им стал Дмитрий Гаврилов. Он отчитался о ежедневном наведении чистоты на улицах Магнитогорска. Ежедневная техника составляет 88 единиц. Площадь комплексной механизированной уборки составляет 2 миллиона 104 тысячи квадратных метров. Кручная уборка составляет 4 тысячи квадратных метров. Галина Смирнова, Владислав Гусев, телекомпания ТВН. Глава города Сергей Берников встретился с активом Союза молодых металлургов. Общение носило неформальный характер. От ребят, конечно же, поступят вопросы в адрес Сергея Николаевича о обычных насущных вопросах, интересующих, наверное, любого молодого жителя города Магнитогорска. Потому что многие ребята семейные, у многих есть уже дети, их интересуют вопросы и детских садиков, и дорог, и каких-то продвижений по работе. Я точно знаю, что будет задан вопрос о истории успеха Сергея Николаевича, потому что он был директором на комбинате. И многих ребят интересует, то есть, как достичь таких успехов. Насколько сложно по сравнению с тем, что будет директором на комбинате и руководить целым городом. Одной из целей встречи было рассказать главе о деятельности организации. Однако Сергей Берников, как бывший руководитель одного из подразделений ММК о работе Союза молодых металлургов, имел самое подробное представление. Поэтому речь больше шла о том, какие условия нужны нынешним молодым для самореализации, и какие шаги в этом плане они делают сами. Деятельность, энергичность, неравнодушие – а Сергей Берников именно эти три понятия поставил во главу угла, рассуждая о роли молодых в построении комфортной среды для жизни. Проблем много, подчеркнул глава. Можно сидеть, жаловаться и ныть. А можно что-то менять вокруг себя. В завершении встречи Сергей Берников вручил грамоты ярко проявившим себя членам организации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпуск продолжат новости с промплощадки. Мошенниство гоноопрокидывателя углеподготовительного цеха коксохимического производства ММК Алексей Тружко вошел в список лучших рабочих по итогам минувшего месяца. Он попал на производство, можно сказать, случайно, но уже скоро стал настоящим профессионалом, способным предложить решение проблемы на том этапе, на котором большинство ее даже не заметят. Подробности в нашем сюжете. На коксохиме Алексей Тружко оказался, как он сам вспоминает, случайно. В преснопамятном 98-м году фирма, в которой тогда работал Алексей, начала, как и многие, испытывать трудности. Зарплату задерживали, уверенности в завтрашнем дне становилось все меньше, а на металлургическом комбинате все же была стабильность. Поэтому чистенький офис Алексей, не задумываясь, сменил на суровое производство. При первом посещении коксохима, конечно, была мысль, куда я иду, и сколько же я здесь проработаю. Устроился осенью. Первая смена у нас была вообще веселая. Это около 30 градусов мороза. Да, здесь специфика такая, что зимой приходится физически поработать. В кабине вообще практически не находишься. Чем холоднее на улице, тем жарче нам становится, смеется Алексей Владимирович. Зимой вагоны нужно постоянно очищать от мерзлого кокса. А их за смену приходят от 80 до 100. Они вмещают от 5,5 до 6,5 тысяч тонн угля. Вооружившись кайлом и лопатой, машинисты вагонов-опрокидывателей ведут борьбу за каждый килограмм угля. Зато летом есть время перевести дух. Размышлять о том, как бы облегчить работу. В этом своеобразном релаксе коксохимикам помогает любимица – кошка Муська. Алексей Владимирович – один из самых ответственных работников нашего цеха. Ему можно доверить серьезное оборудование. Он может выявить какую-то неисправность или поломку до ее появления. Также он занимается рационализаторской деятельностью. От него поступает очень много полезных предложений, которые реально внедряются и реально помогают другим работникам в выполнении своих служебных обязанностей. Одно из последних раз предложений – установка очистных устройств на дробильно-фрезерной машине. Они помогают снижать просыпи с машинами, исключают образование наледи. Углеподготовительный цех коксохимического производства – одно из первых звеньев технологической цепочки комбината. Из подготовленной угольной шихты в коксовых печах потом изготавливают кокс. Топливо уже для печей доменных. От слаженной работы коллектива углеподготовки зависит ритмичность остального производства. Благодаря таким профессионалам, как Алексей Тружком, сырье домичкам всегда поступает вовремя, а сроки доставки не срываются. Станислав Юрин, Татьяна Зайцева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИ. Во второе воскресенье июля все прогрессивное человечество нашей страны отмечает День рыбака. Сложный и почти невозможно найти людей более увлеченных своим хобби и вместе с тем более суеверных, чем любители половить рыбку. Так, многие из них искренне считают, что рыбалка исключительно мужское занятие, а если женщина на берегу, клево не будет. Обозреватель магнитогорского металла Ольга Балабанова не только развеивает стереотипы, своим появлением на берегу с удочкой она доводит гендерных расистов до когнитивного диссонанса. Игорь Гурьянов встретился с рыбачкой Олей. Любое водоем, знакомый, незнакомый, есть такая примета, любимая шапочка, святое дело, без нее никак. На готове должно быть ремонтная минимальная база, мало ли что случится. Тем более, я не знаю, здесь похоже очень много травы, сейчас мы еще глубину сначала померим. Интересуемся у рыбачки, откуда столь системный подход. Оказывается, опыт помноженный на стаж. Рыбалкой Ольга занимается уже много лет, посвящает ей все свободное время. Оговоримся сразу, с точки зрения рыбалки, авторы эти строк настолько нефартовы, что при появлении на берегу клевать перестает даже у самых заядлых рыболовов. Об этом я честно предупредил Ольгу, когда мы ехали на озеро Мартыши. Говорят, здесь в этом году неплохой карась. А Оля уверяет, что способна вытащить карася в любую погоду из любого водоема. Ну, фантазия у рыбаков всегда богатая. Это очень часто с превосходными степенями, которые Оля нейтрализует посажем о том, что для нее в рыбалке рыба не главное. Женская логика отнюдь, скорее рыбацкая. Многие рыбаки и рыбу-то не едят. Какой бы рыбак, что вам ни говорил, все остальные над ним обязательно будут смеяться, потому что в этом деле каждый профессионал по-своему. Каждый считает, что он круче, что он лучше всех знает. Но, насколько мне известно, почти для всех, независимо от того, занимаются они любительским рыболовством или спортивным, важен не результат, какие бы там ни рассказывали про трофеи, анекдоты. Важен процесс. Семья, друзья и родственники уже перестали удивляться в обоих случаях, когда Оля приезжает с рыбалки несолоно хлебавшей и когда она привозит полные садки. Она одинаково счастлива, что смогла хоть ненадолго, но отвлечься от городской суеты, шума и пыли, побыть наедине с собой, поразмышлять, пофилософствовать. Рыбалка к этому располагает, как ничто другое. Есть рыба на крючке – хорошо. Нет рыбы – целее будет и больше останется. Чем не философский подход к жизни в целом? Я могу решить вечером абсолютно спокойно поехать в гараж, закидать все в пять утра, одна с лодкой, стартануть, уехать и выплыть до вечера. Мне даже компания для этого не нужна. Ну, потому что вот для меня есть два вида отдыха, когда совершенно абсолютно отключаются мозги. Это вот отдых на море и вот рыбалка. Что касается продуктивности, то в этот раз все было как всегда. Мы ничего не поймали, но великолепно, хоть и недолго, провели один час нашей жизни. Караси, если они там были, неплохо перекусили под кормкой. Мы с Ольгой неплохо пообщались. В конце концов, общение по классику есть величайшая ценность, пусть даже и общение с собой, шанс на который дает рыбалка. Игорь Гурьянов, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Другим темам. Ни дома, ни денег. Строительная фирма обманула своих клиентов. Пообещав возвести им дома в поселке, директор компании Техносипстроя не только не исполнил свои обязательства в срок, но и отказался возвращать немалые суммы денег. Сегодня он и вовсе скрывается от заказчиков, а те пытаются доказать полиции, что руководитель Техносипстроя самый настоящий мошенник. Подробности о этой истории в нашем сюжете. В чистом поле заросший травой фундамент. Все, что есть у супругов Муратовых от мечты иметь собственный дом. Получив бесплатно, как молодая семья, земельный участок, год назад они обратились в фирму Техносипстрой. Ее директор Сергей Мартыненко обещал построить в семье двухэтажный особняк. Стройка должна была начаться в мае, началась в августе, в начале сентября. Поставил только фундамент. Дом должен был стоять полностью готовый, с крыши, с отделкой совсем 1 октября 2016 года. Из полутора миллионов прописанных в смете супруги отдали директору Техносипстроя 75% суммы. За фундамент заплатили более 100 тысяч рублей. Осматривая его сегодня, Рустам Муратов понимает, даже этих денег фундамент не стоил. Он изначально залил под опалубку, а потом нивелиром проверил, что высота неравномерная. И он с помощью вот такой вот заливки, я не знаю, что это такое, выравнивал. И она уже разваливается вся. Вместо продолжения строительных работ от директора фирмы Техносипстрой, Муратовы впоследствии получали только отговорки. Надежда Лусрахманова тоже по сей день ждет, когда компания исполнит свои обязательства. Фундамент мы приняли, деньги доплатили и стали ждать панели. И тут начались сказочные истории. Дни рождения, машина, в кювет упал, ехал куда-то, там еще что-то. То есть постоянно были какие-то отговорки. Потом начались метели, снегопады. Если панели он привезти не мог, начались отговорки. Сумма, отданная Надеждой, в разы меньше, чем у семьи Муратовых. 400 тысяч рублей – это оплата фундамента и всех необходимых стройматериалов. Когда все сроки, указанные в договоре, истекли, а обязательства выполнены так и не были, директор Техносипстроя продолжил надежде заплатить ему еще раз. Человек, в принципе, до сих пор мне предлагает второй раз заплатить за домокомплект и выкупить его. То есть наш домокомплект лежит на складе. И хозяин склада сказал, что да, он заказал в октябре месяце на вас домокомплект. И он ни копейки не заплатил, хотя мы отдали практически 70% стоимости этого домокомплекта. Поняв, что мирным путем ни дома, ни возврата денег им не добиться, обманутые клиенты Техносипстроя обратились в полицию. В возбуждении уголовного дела по факту мошенничества им отказали. Прокурор отменил их постановление и обратно отправил на доследование. То есть это было первое письмо. На данный момент у меня уже три письма об отказе уголовного дела. С недавнего времени директор строительной фирмы перестал выходить на связь. Из сети интернет пропал сайт его компании. Но остались отзывы других клиентов Сергея Мартыненко. Отвратительное отношение к своей работе, безответственность, даже не говоря о сроках. Вместо трех месяцев нам дом строили один год. Если собрать все причины, которые были придуманы директором для объяснения срывов сроков строительства, то вполне можно написать фантастическую повесть. В случае судебного иска победа обманутым клиентам гарантирована, но под сомнение ставится возврат денег. Поэтому главная цель Людмилы Рустама и Надежды сегодня – добиться возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Мартыненко, а еще предостеречь окружающих. Он нас лишил жилья. И когда оно у нас будет, мы просто не знаем. Еще раз собрать такую сумму – это очень тяжело. О культуре. Магнитогорская картинная галерея вновь стала возмутителем спокойствия. В разгар летних отпусков она заставила магнитогорцев отложить запланированные выезды на природу и окунуться в прохладу выставочных залов. В их стенах состоялось долгожданное открытие выставки художников из Сургута и Нефтьюганска Владислава и Виктории Ежелевых. Знакомство с ними произошло благодаря биеннале «Лабиринт», на котором были выставлены деревянные скульптуры Владислава. Эти работы произвели настолько сильное впечатление, что сибиряка попросили сделать в магнитке персональную выставку. Дав согласие, Ежелев пообещал удивить еще больше, посулив привезти с собой картины жены. Такие знакомые и такие неизвестные. Открытие выставки Ежелевых превратилось во встречу старых друзей. В свое время оба супруга были студентами худграфа Магу. Он искусно вырезал иконы, она занималась танковой графикой. Однако от их увлечений сегодня следа не осталось. Скорее всего, вряд ли они что-то узнают. Единственное, как то, что может быть по тематике, то, что необычная тематика, она всегда была присуща моим работам. Собственно, магнитка и помогла сделать первые шаги в известность. А вернее, театр Бурати на времен Шаймана и Барнштейна. Именно там пришло прозрение, что жизнь управляет нечто незримое, а совсем не то, что на поверхности. И с тех пор в каждой вещи талантливый резчик ищет какие-то свои глубинные смыслы и значения, заставляя теперь уже прозревать других. Ловцы звезд, слепые глашатые, властелины мира размером с копейку. Каждый образ словно послание, которое, как считает мастер, можно найти повсюду. Стоит лишь оглянуться. Идет монах какой-то в непонятном деянии, балахон. И этот балахон принимает постоянно различные очертания. Ты смотришь, как на костер. То есть все движение вот этого балахона, оно постоянно изменяется, и тут же интересно становится, уже нескучно. Даже из-за таких простых вещей можно найти что-то интересное. Не отстает от мужа и жена. Влад и Виктория – два разных мира. Однако душа у этих миров одна. Безликие герои ее картин говорят так же много, как и персонажи его скульптур. Только вот рассказ свой ведут совсем об ином. На самом деле рисовала с натуры. Я знаю, насколько эта девушка дает классу хореографии. Мне важно было передать вот именно эмоциональное состояние вот конкретно этого человека. Как это все происходит. Через тело. То есть я не нарисовала даже непонятно. Девушка эта, юноша. То есть вообще непонятно. Но я хочу вам сказать, что те люди, которые работают с нами, они ее узнают. Преданность делу, игра со смертью, любовь и обман. Именно человеческое тело первым реагирует на все эти состояния. И его язык порою точнее тысячи слов. Эти пластические этюды, признается Виктория Ежелева, навеяла работа в школе искусств, где она, как художник, участвует и в театральных, и в музыкальных, и в танцевальных проектах. Начинавшиеся как баловство, сегодня они помогли нащупать свой собственный изобразительный язык, который пришелся по вкусу магнитогорца. Мы встретились с большими художниками, и выставка у них замечательная. Вырасти и состояться помог север, уверен Владислав Ежелев. Именно этот край, как никакой другой, вдохновляет и его, и Викторию, питая удивительной помощи творческой и духовной энергией. Мне грустно ездить по нашей стране. А я часто езжу, во многих городах бываю. Возвращаясь туда, у меня понимается настроение. Ты можешь идти, например, в мороз по дороге, останавливаться, садись, я тебя подвезу. Ну, как-то принято, сколько? Тебя посмотрят удивленно. Мы же на севере, вот эти отношения человеческие. Их сейчас меньше и меньше, особенно в больших городах. Попытавшись пропитать духом севера и своей работы, супруги Ежелевы назвали выставку «Счастье быть понятым», выразив надежду, что она вызовет отклик в сердцах магнитогорцев. Татьяна Артюменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Большой вечер профессионального бокса, который состоялся в Дворце спорта имени Рамазана, заслуживал гораздо большего количества зрителей. Об этом по окончании боя за звание чемпиона мира среди молодежи заявил новосибирский боксер Никита Миршниченко, который одержал волевую победу в нелегком поединке с танзанийским боксером. В остальном, по словам организаторов, участников и зрителей, турнир удался. Игорь Гульянов продолжит. В профессиональном боксе свои правила, но касается это не только, может и не столько регламента ведения боя, сколько около боксерской суеты профессионалам свойственны. Дело вот в чем. В отличие от любительского бокса, профессиональный – это прежде всего бизнес, во вторую очередь шоу. Пусть иногда кровавое и всегда бескомпромиссное, полный, что называется, контакт, но шоу. Задача которого – максимальное привлечение зрителя, готового поделиться деньгами и хотя бы частично покрыть расходы промоутеров на гонорары спортсменам. Плюс годами отточены сценарии проведения матчей, где частью того самого шоу становится все или почти все. Например, взвешивание. На нашем турнире оно проходило на опустевших после закрытия декатлона в площадях торгово-развлекательного комплекса «Семейный парк». Дмитрий Шарафутинов! Признаться, легкую иронию вызывала манера произнесения имен и фамилий боксеров с легким подвывом и растягиванием гласных, тем более в глухом, пустом помещении. Тем более имен мало, а точнее ничего не говорящих ни многочисленным зевакам, посетителям ТРК. Но ничего не попишешь. Это же традиция, как и танцы девушек из чирлидинга, которыми организаторы постарались придать происходящему тот самый формат шоу. А вот то, что происходило непосредственно на ринге Дворца Рамазана, без преувеличения заслуживало большего внимания со стороны магнитогорских любителей бокса. Но то ли цена на билет оказалась неподъемной, то ли популярность этого некогда широко культивируемого вида спорта объективно падает. Но смотреть по-настоящему красивые бои собралось... В общем, трибуны Дворца были наполовину пустыми, нежели наполовину полными. Первый бой, легкий вес, 4 раунда, и вот он, профессиональный бокс во всей красе. Зрелище на любителя. Без защитных шлемов и маек боксеры после первых обменов ударами измазали друг друга кровью. Разбитый нос или рассеченная бровь не повод останавливать бой. Сразу за легковесами на ринг выходят супертяжи, как их называют в боксе. Их отцы запросто могли выступать за одну сборную. Сейчас это международная встреча. Азербайджанец против латыша. Исход поединка виден на экранах без комментариев. Особое внимание зрителей, конечно, привлек поединок нашего земляка Дмитрия Шарафудинова и пермяка Максима Вотева. Если без нокаута или заявным преимуществом, применяется формулировка единогласным решением судей. Она и прозвучала к вязчему удовольствию трибун и многочисленные группы поддержки. Дмитрий Шарафудинова! Заключительная часть турнира была посвящена боям за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации. В трех боях, двух в полусреднем и одном легком весе, российские боксеры из Новосибирска, Владикавказа и Балашихи встречались с африканскими спортсменами с труднопроизносимыми именами из Танзании и ЮАР. Никита Мирошкин, Горькова! Игорь Гурьянов, Вячеслав Бурщик, телекомпания ТВИН. И в завершении выпуска информация для автомобилистов. В связи с проведением дорожных ремонтных работ до 9 июля на перекрёстке улиц Ленинградской и Советской будет закрыт переезд через трамвайные пути при движении с юга на север и с востока на запад. Также по 9 июля будет перекрыта улица Московская от проспекта Ленина до улицы Николая Шишки. А с 9 по 12 июля участок улицы Николая Шишки от улицы Уральской до Московской. Кроме того, с 8 по 14 июля в связи с ремонтом будет закрыта восточная сторона проспекта Карломаркса от улицы Бориса Ручьёва до Завинягина. Водителям рекомендуется быть внимательными и движение автотранспорта направлять согласно выставленным дорожным знаком. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Материалы этого выпуска, а также многое другое вы найдёте в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdeficient.ru О самых заметных событиях уходящей семидневки вам расскажет наш коллега Игорь Гурьянов. Программа «Время местное события недели» выйдет в эфир в субботу в 16.00 и в воскресенье в 15.45. А впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 8 июля. Всего вам доброго! И до встречи! Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат По данным интернет-портала rp5.ru 8 июля в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен ливневый дождь. Ветер переменных направлений 1,5 метров в секунду. Отдельные порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 10 градусов, днём 20-24 градуса тепла. В течение дня атмосферное давление будет опускаться с нормального 723 миллиметров до низкого 721 миллиметра ртутного столба.